Два хвостика, их шаги вперед и такая большая радость волонтера. Новости из нашего лазарета, домашнего мини-приюта собаки Симашка. Наши анализы дико на фото первом паре с опухолью в паху. Ему лучше и общая динамика положительная, но, к сожалению, очень медленная. И, увы, биохимия крови на том же уровне. С этим назначенная химиотерапия опять отложена, пока эти показатели окончательно не улучшатся. Все дальнейшее лечение остается в подвешенном состоянии и сроки снова сдвигаются. Дику назначены гептрал для печени, витамины, поддерживающая терапия, поэтому пока решено оставить его в стационаре клиники ПИХ, чтобы за ним присматривали. Теперь по нашему последнему пополняшке, лысой собачке, имя ему пока еще Марина Абельдяева не придумала. Парень потихоньку стал активничать. Начал интересоваться тем, что находится вокруг. С любопытством реагировать на все окружающие звуки. Как услышит, что хозяйка подходит, встает радостный, хвостик в разные стороны. Целоваться и играть так и лезет. В связи с его страхами выхода на улицу и сильными морозами, не настаивает женщина больше на прогулках. Если он боится туда выкодить, то что же мы с этим повременим. Приучается к пеленке. Это, конечно, вносит дополнительные трудности с уборкой. Но это такие мелочи по сравнению с его спокойствием. Главное, что ему так лучше. Еще очень хороший момент. Парень, наконец, стал надеяться. Поэтому дробное кормление отменила ему женщина. В общем, психологически ему стало гораздо лучше. И это заметно. Осталось теперь самое главное. Его физическое состояние. Пока продолжаем согласно предписаниям. Каждые 2 часа промываем глазки. Коим витамины. Обрабатываем кожу. На этой неделе посетим клинику, проведем осмотр, сделаем дополнительные анализы. Тогда будет лучше понимать, как нам действовать дальше. Главное, чтобы он сам захотел выздороветь и помогал своим желаниям хозяйке в лечении. Друзья, большое спасибо, что продолжаете поддерживать нас. Без вашей помощи спасение и лечение этих двух попавших в беду собак будет просто невозможным.